В Ульяновской области займутся вопросом трансплантации органов. Этот вид высокотехнологичной медицинской помощи будет оказываться в нашем регионе впервые. О том, что в области в скором времени должен заработать региональный центр трансплантации, заявил Сергей Морозов. На днях он встретился с представителем медицинского сообщества области. Одного из центров, который автоматически войдет в этот филиал Российской академии наук. И я совершенно не исключаю о том, что вы много времени будете проводить в разговорах, в споре, в дискуссиях, в том числе с ведущими учеными из Академии медицинских наук и так далее. Подготовка к пересадке внутренних органов в регионе ведется уже не один год. Сегодня Центр трансплантации органов Ульяновской области представляет собой стратегическое сотрудничество ряда организаций по лабораторной, научной и практической деятельности. К примеру, на базе Центра специализированных видов медицинской помощи БСМП функционирует кабинет, где будет оперировать донора и рецепента. А на этих кадрах лаборатории молекулярной биологии научно-исследовательского центра Педуниверситета с региональным Минздравом Центр наладил сотрудничество еще три года назад, с момента открытия. Специалисты Центра смогут брать анализы у донора и рецепента перед операцией. Подобная процедура – первый шаг в пересадке органа. Обследование необходимо для того, чтобы удостовериться в генетической совместимости пациентов и проверить у донора отсутствие вируса – ВИЧ, гепатита или сифилиса. Именно здесь лаборатория годом ранее прошла первая в истории региона операция по пересадке почки совместно с федеральными специалистами. Трансплантация была проведена нашими хирургами совместно с хирургами из НИИ Шумакова в прошлом году. Это была родственная пересадка от матери к дочери. Все прошло успешно. На данный момент они себя чувствуют хорошо. Лаборатория оснащена лучшим в России парком оборудования для трансплантации. Это позволит проводить операции не хуже, чем в Европе. Вот аппарат, работающий по признанной во всем мире технологии «Люминекс». Оборудование необходимо для определения генетических характеристик донора и рецепента, а также скрининга антител – процедуры для выявления вероятности реакции отторжения. Такой же прибор, к примеру, стоит в Институте Склифосовского в Москве и позволяет в одной пробирке исследовать 100 компонентов крови. Оборудование, установленное в Ульяновске, единственное в стране способно исследовать 500 компонентов. То есть мы берем у пациента кровь, мы берем из этой крови сыворотку, да, и из этой сыворотки, из одной капли, объем капли 50 микролитров, мы можем получить полный генетический портрет. Вот основное его преимущество именно в том, что при трансплантации очень критично время, и мы можем этот анализ провести, ну, буквально, наверное, за полчаса всю вот эту информацию получить. Быстрое вирусологическое обследование в лаборатории получают за счет иммунологического анализатора «Архитект». Прибор основан на принципе иммуно-хемияминесцентного анализа, карусель с реагентами. Цикл, за который можно определить все вирусы в одной пробирке, составляет 29 минут, что гораздо быстрее общепринятых методик. Вторая по счету операция по пересадке почки намечена в Ульяновске на май. Всего же в регионе проживают свыше 400 пациентов, находящихся на диализном лечении из-за хронической болезни почек. В перспективе областной центр трансплантации займется пересадкой сердца и кожи. Мы продолжим разговор об уникальном проекте, который реализуется в Ульяновской области. Это создание эко-кожи. Это один из первых проектов Российской Федерации. Это проект, который позволит спасать многие жизни, улучшать качество жизни. В частности, эквивалент кожи будет использоваться для заживления кожных повреждений различного типа, включая серьезные ожоги. Для Натальи Улова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.